Достаточно часто ко мне приходят пациенты и говорят после лазерной коррекции если бы я знал раньше что можно делать вот так я сделал бы это однозначно и оказывается что мешали человеку пойти на лазерную коррекцию мифы которую мы сейчас с вами и разберем один из самых частых вопросов которые у меня задают с какого возраста можно делать лазерную коррекцию и до какого возраста официально мы имеем право оперировать пациентов с 18 лет но порой отказываем и в 20 зависит от того стабильно близорукость или нет если мы говорим о пациентах после 40 то пациент прооперировав близорукость велик шанс того что оденет очки для чтения и если пациента это не смущает и он готов то мы можем прооперировать его и в 45 лет прекрасная половина человечества чаще всего задает вопрос а когда делать лазерную коррекцию до беременности или после беременность не имеет никакого отношения к тому когда оперироваться нужно пункт 1 быть уверенным в том что нет противопоказаний пункт 2 что близорукость стабильно и пункт 3 мы не оперируем во время беременности и во время лактации и достаточно часто пациентов интересует а какой будет результат будет ли он длительным для того чтобы разрешить делать лазерную коррекцию в нашей клинике пациент проходит очень серьезное обследование на ранних этапах на ранних этапах диагностики выявляем показания противопоказания самое главное состояние когда абсолютно нельзя делать лазерную коррекцию и проводим ее только в том случае если мы уверены что результат будет стабильным и еще один достаточно частый вполне правильный вопрос пациента который интересуется а насколько болезненно проведение лазерной коррекции мы проводим лазерную коррекцию под местной капельной анестезии более того вся хирургия проводится в форме диалога и хирург поясняет что в данный конкретный момент он делает если пациент испытывает дискомфорт он вправе об этом сказать ему естественно добавляем анестезию вся хирургия занимает порядка пяти семи минут на один глаз а непосредственно лазерное воздействие порядка 30 секунд еще один достаточно частый вопрос заключается в количестве и качестве ограничений после лазерной коррекции по большому счету жизнь человека не особо меняется но порядка 10 дней ограничения имеет место быть и это бани сауны бассейны для денег а также физические нагрузки для обоих полов порядка двух недель может ли лазер промахнуться и еще страх пациентов часто обусловлен страхом того что лазер промахнется мы работаем на такой установке при которой мы используем так называемый ай трекер это скажем так лазерная указка работает исключительно на центре зрачка при малейшем движении лазер автоматически отключается параллельно с этим под ногой хирурга всегда есть педаль если хирург видит малейшее движение не просто глаза хотя бы кончика пальцев ног мы точно также хирурги останавливаем еще раз беседуем с пациентом объясняем как себя нужно вести возможно ли авиаперелеты непосредственно после лазерной коррекции после лазерной коррекции летать можно но не нужно забывать о том что есть послеоперационный период которую мы хотели вы видеть пациента и как правило это следующий день после лазерной коррекции и на 7 сутки после этого когда мы уверены что все хорошо можно можно ли ехать на море в отпуск после лазерной коррекции море солнце и пляж не являются также противопоказаниями после лазерной коррекции но лишь в том случае когда доктор убедился в полном восстановлении всех функций глазного яблока